всем доброго утра приготовила уже сразу эти очки от солнца а то хожу щурюсь с носками сижу сейчас буду одеваться скоро приезжают дети у меня через неделю алена со своим другом и сын приедет один так как жена его едет самару с мамой них там дела вот и не знаю на сколько дней думаю два дня точно будет он у меня алена наверно побольше так что такие дела я очень рада детки приезжают приготовила уже тортик я смысле заказала тортик тортик заказала на воскресенье на 30 апреля у нас там шумят эти лифты делают вообще установка лифта это вчера подходил спрашивал насколько это вот дело все говорит что на два месяца в общем будем стройные красивые я даже сейчас не хожу в тренажерный зал потому что не хватает движений что-то блин что-то чешется здесь на ли батьку с батькой поцеловались и у полосик наверное вот девчонки как вам очки ческаж приставочки как очки краситься пора так что хочу хорошенько убрать все комнаты моя комната чистая все там стирано шторы вот здесь у алены надо все помыть лёстрочку шторочки идут ей коммунцию поставил конечно к селу не городу потому что не кровать белая надо бы светлый такой но заказать под хотя бы под шкаф такого цвета не шкаф вот хотя бы такое надо заказать а там он такой вот ну это из моей комнаты я не хочу никаких комодов и вообще наверное я его нет я я его конечно продам и вместо него хотел сначала на лучшее поставить зачем я буду загромождать лоджию поставлю сюда светлый и в него все сложим алена здесь все равно живет очень мало и все что ей нужно она сама служит тоже также если у я там и займу две полки вот так что пополам с ней вот уже когда уезжают дети хозяйка уже ты в их комнате и уже сама решает что надо что не надо такой костюм меня его обожаю он с разрезами с такими в общем вот такой вот он но рукава в три четверти на улице тепло поэтому пойду в нем жилетка вот она теплая не теплая так непонятно что ладно зато зато они так как-то слишком уж одеты какой-то ну как по погоде я одет в погоде муж не говорит чё ты тут рукорубки голые а ты в жилетке и что и что какие руки голые они чуть-чуть только голые пошла вот женщина с пуделем сейчас расскажу вам историю и приходит пожилая женщина и уже 88 лет вера алексеевна у нее умер пудель девочка очень пропала нет ее и нет и тут она приходит говорит светлана меня такое горе после чего случилось у меня умерла не кулька и где мне взять пуделя и вот мы с ней вчера звонили через сайт авито тем кто продает такие цены девчонки бешеные 60 45 70 я вообще я просто в шоке она где мне такие деньги взять в общем идет сейчас женщина я гузинить можно вас спросить где вы пудель покупали она готовит а был давно уже восемь лет на рынке на башеном рынке или как на животном рынке как правильно называется и вот так вот так что на рынке гад можно и недорого купить надо и сказать сейчас позвоню вера алексеевне пусть едет на рынок малышня в садике гуляют слышу кричат друг друг давай бегать беззаботное детство сейчас бегала в магазин утром у меня не было молока кофе без молока и тоже не кофе вот такой йогурт ложечка раскладная такая разложилась ложечка там хлопья и вот и кофе юг вот прям зависимость от кофе вот перекушу пойду заниматься сейчас туаз занимаюсь меня там одно занятие осталось и потом буду думать может быть буду ходить на фитнес-утро так что не тренажерный зал а групповое занятие занятие называется фитнес-утро сейчас клиентка на три часа еще не сняла вот эту форму свою топ спортивной и майку работе переоденусь потому что я пришла на работе переодеваюсь сумку все складываю потом в общем туда-сюда пойдем сюда девчонки такой кайф когда уже люди все ушли и все уже седьмой час я уже собираюсь домой вот сейчас допиваю кофе йог смотрю на людей сижу хорошо птички поют свет выключил мне всех видно меня не видно у у меня стекла с затемнением так хорошо как мига девчонки ты весь день на природе я в любой момент выйду на улицу стою а не полить на цветы мне надо полить мои цветочки вчера я тут сажала ирисы да сейчас я полечки по одной польем я вам покажу Продолжение следует...